Раньше влажная, а потом стала сухая. Вы видели когда-нибудь такая земля, и к ней трещины идут? И Библия говорит, распаши на вину. То есть наше сердце является этой на виной. И знаете, Господь, чтобы полил, чтобы сделать поливку, разумно распахать. Если ты хочешь, чтобы Господь начал изливать что-то в твою жизнь, Бог говорит, мне нужно условия, чтобы я мог излить свой дождь. Мне нужно условия. Наши сердца, бывает, я заметил, знаете, наши сердца могут каменеть, наши сердца могут быть мягкими. Знаете, я вот так иногда задумываюсь над нашими сердцами. Интересно, вот кто-нибудь что-нибудь скажет, или что-нибудь, какое-то событие в жизни произошло, и ты его на всю жизнь запоминаешь. И почему? Потому что иногда твое сердце, твой внутренний человек это как бы запоминает. У тебя было когда-нибудь такое? Вот ты много чего в жизни забываешь. Вот уже не помнишь, чего вчера было, да, толком? Но наше сердце оно имеет как бы память. И знаете, Святой Дух говорит, я буду писать на скрижанях твоего сердца. Но чтобы писать, Господу требуется, чтобы твое сердце было мягким. И всякий раз, когда ты приходишь на служение, нужно приготовить свое сердце, чтобы Господь изливал свою дождь, чтобы Господь выписывал что-то на скрижале в твое сердце. Потому что если мы будем жесткими, Дух Святой не сможет выдавить в нас ничего. И ты как пришел, так и ушел. Но очень важно, что распахивает нашу вину на вину? Покаяние. Мягкость говорит, да, Господь, говори мне, говори мне, Господь, я ничто, я ничто. Мне нравится, когда апостол Павел Великий, апостол говорит, хотя я ничто. Может ли кто-то себя так назвать? Или мы уже что-то добились, мы говорим, ну мы кто-то. Знаешь, всегда хорошо понимать, что все, Господь, я ничто. Это называется правильное состояние сердца. Хотя ты можешь добиться уже что-то в жизни, кем-то стать, чему-то научиться в жизни. Но всегда ты можешь сказать, я ничто. Все, Господь, всю славу воздают только Ему. И сегодня я буду говорить об изменениях. Знаете, мы хотим изменяться. Аминь. Все должно изменяться. Заветили, полгода назад даже здесь ремонт сделали. Человеку просто надоело. В принципе, здесь не было плохо. Но Александр Перуцкий захотел, чтобы здесь стало по-другому. Он такой интересный цвет придумал. Что-то изменил. Знаете, мы хотим меняться. Я, в конце концов, сказал, хватит. Нужны уже музыкальные инструменты. Меняться. Измени прическу. Если ты оброшенный, стань лысым. Если ты лысый, стань оброшенным. Аллилуйя. Аминь. Если ты всегда бледный, сойди в солярий, сделай красивый загар. Выйди и посмотри на себя. Не за кого-то, а за себя. Бог любит, чтобы мы менялись. Знаете, однажды у меня был такой юмор. У меня есть хороший пастор, друг из Кёльна. Я к нему подхожу, говорю, как поживает там один брат. И он говорит, о, этот брат, он как Господь. Я говорю, как это? Он говорит, ну, он как Господь. Господь не меняется, а он так же не меняется. Вот как есть, так и есть. Он как Господь. Мне так понравился, я так смеялся. Я еще так задумался, он как Господь. Единственный, кто не меняется, это Господь. Но мы должны меняться. Знаете, что написано в Ветхом Завете, из чего я хочу начать? Когда Бог потопил мир, по-моему, это тогда было. Бог произнес такую фразу, и Он говорит, увидел я, это Бог говорит, что сердце человеческое, зло от юности его. Я когда это прочитал, я подумал, ой-ой-ой. От юности зло, есть зло в сердце. И Бог говорит, я больше не буду губить землю, не буду потапливать, потому что я понял, смысла нету. Есть проблема. Он говорит, любой человек зло от юности, зло есть в сердце. Ты родился, что такое греховная путь, греховная натура? Ты идешь, вот ты понимаешь, ты просто почитал Библию, ты помолился, выходишь на улицу, все грешить хочешь. И думаешь, что за дела? Что со мной происходит? Это Бог сделал определение, Он говорит, в сердце человека зло от юности его. Я не говорю, оно что, оно все злое. Но есть зло, есть вот эта греховная натура в нас. И что же сделал Господь? Господь дал нам Святого Духа. Господь дал нам Своё Писание, чтобы мы могли жить не по этому греховному сердцу, отвергнуть этого греховного человека, отвергнуть вот эти вещи, которые есть в сердце, убрать это и жить по Слову Божьему, уподобясь Иисусу Христу. И тогда мы будем прекрасны. И вот это местописание, оно не будет для нас работать. Мы отвергаем, я хочу, чтобы мое сердце было хорошее. Я хочу, чтобы Иисус, глядя на меня, сказал, вот тот человек, в котором в духе нет лукавства. Я хочу, чтобы в моем духе не было лукавства, не было хитрости. Мой дух был, как у ребенка, чистый. И знаете, изменения, и что поможет нам, это изменение. Аллелуя. И что мы хотим всегда делать, это что? Изменить своих близких. Аллелуя. Нам не нравятся наши близкие. Иногда. Знаете, я вчера специально залез в компьютер, посмотрел не только Библию, немножко выражение знаменитых людей, и даже некоторые, я выписал. Некоторые думают, что может... О, где же я, я выписал? О, где же я, я выписал? Знаете, давайте поймем такую вещь, что мы не можем изменить близких. Иногда нам близкие делают дискомфорт. Аминь. Я не говорю, что не нужно наставлять своих близких в любви. Но часто мы прям хотим изменить наших близких. Но я осознаю ту вещь, что, во-первых, я не могу. Даже Бог не может изменить тебя, если ты не захочешь. Неужели ты круче, чем Бог? Бог говорит, хочешь меняйся? Хочешь? Ну, как бы не меняйся, а лучше меняйся, конечно. Но я не могу тебя изменить. Мы порой... Но, послушайте, ты должен понять такое откровение. Мы не можем изменить своих близких. Мы можем измениться сами, тогда изменятся наши близкие. Аминь. Вот хочешь, чтобы твой близкий... Особенно я говорю про семьи сейчас, про какие-то добрые отношения. Хочешь, чтобы твой близкий изменился? Изменись сам. Аминь. Это истина, которая срабатывает на 100%. Изменись сам, изменится твой близкий. Изменит отношения твой близкий. Изменись. Стань хорошим, стань добрым, стань лучше. Один человек говорит, Олег, дай мне пророчество. Он так любит пророчество. За мной всегда, там, здесь в Одессе. Он меня подвозил сюда, говорит, Олег, ну... И каждый день готов, он... Я ему пророчество. Олег, дай пророчество. И я думал, ну что же... Что же ему сказать, что же ему сказать? Я ему тогда сказал. И мне пришла просто мудрость от Господа. Я ему сказал, слушай, у тебя есть жена? Ну, конечно. Я говорю, вот то, что она тебя больше всего просит. Ну, как бы, иногда жены что-то просят. Вот моя жена всегда просит, там, чтобы я... Я убирал за собой. Ну, как бы, я-то пришел, раз, снял все с себя. Вот как шел, короче. Пока дошел до телевизора. Уже в трусах. И она говорит, Олег, это что, вешалка? И там, знаешь, моя майка висит вот так, короче. И потом она говорит, это что? И она, короче, начинает... И потом дети же берут пример. Моисей приходит. Сразу все раскидает. А я, она же говорит, а что, я лысая, знаешь ли? А Соня у нас маленькая, она само собой все раскидывает. И вот Юля заходит, она только уборку сделала, знаете. Только прибралась, представляешь, ты убираешься. И она говорит, такое ощущение, как будто, как заклятие. Говорит, я делаю все чисто. А оно становится быстро все грязным. И вот я же делаю, а оно грязное. Вы что, вредители, что ли, говорите? Я, знаешь, я понял, я вот этому моему другу говорю, слушай. Я говорю, тебя что-то жена просит, вот одно. Я знаю, что жены иногда много что просит. Но вот самое такое генеральное одно просит что-то. Он говорит, да, просит. Я говорю, сделай это. Изменись в этом. Вот тебе пророческое слово. Так говорит Олег. Услышь свою жену и сделай это. Теперь наоборот. Жены. К вам. Вы когда-нибудь пойми... Вот вы знаете, что мужчина хочет? Надо просто услышать. Услышать. Вот я знаю, у мужчины все. Мясо давай. Знаешь, он много что хочет. Но возьми, начни. Ты не можешь, знаешь, как кто-то сказал, знаете, я однажды книгу прочитал, я чуть с ума не сошел. Потому что я вдруг понял, что мне настолько много везде нужно меняться, что я просто думаю, вообще не буду меняться. Потому что и вот здесь я чувствую, что я просто весь косячник. Но я сказал тогда, ну как бы искал вопрос, а как, Господи, мне меняться? И один проповедник так ответил, он говорит, ты не можешь сразу во всем изменить. Возьми одну или две вещи и начни их меняться. Возьми одну или две сферы. Жены, услышите своему жену. Вот хочешь пророческое, хочешь, сестры, хотите слово пророческое? Кто замужем, кто даже не замужем, просто вы хорошие друзья. Просто услышь то, что просят твоих близких. И начни изменяться. И тогда отношения, ты видишь, отношения поменяются. Вот только вот так работают братья и сестры. Я изменю его или я изменю ее, я буду на нее орать. А я буду, знаешь, как бы, Библия говорит, как нужно, Библия говорит, мягкий язык переламывает кость. Но твой язык становится мягким тогда, когда ты сам изменяешься. Тебя самого начинают слышать твой близкий тогда, когда ты сам изменился. Ибо что человек посеет, то и пожнет. Если ты сеешь ничего не изменения, если сеешь то, что ты не изменяешься, то ты пожнешь от близкого не изменения. Вам нравится сегодняшняя проповедь? Мне уже нравится, знаете. Я проповедую, я просто сам в восторге. Я понял, что надо меняться. Господи, слава тебе. Я не могу, знаешь, порой жене говорю, жена, вот так должно быть, вот так, вот так, вот так. А посмотрел, такой, алло, войдите. Почему? Сам изменись. Сам изменись. Тебе самому станет интересно. Знаешь, мы должны меняться. Мы особенно внутри. И, как я уже сказал, что наше сердце, Бог немножко так, знаете, назвал, говорит, зло от юности его. Но я никогда не забуду, как, знаешь, вот я был маленьким мальчиком. Представляете, вот я, вот, маленьким мальчиком, вот у нас три брата. Я средний, у меня старший брат есть и младший. И мама ушла на работу. Я помню, кто-то, мой старший брат, по-моему, красный пельт, знаете, красный пельт, острый, острый. Я вот попробовал, и брат старший тоже попробовал. Мы поняли, что это острая штука. А для детей это еще особо, знаете, остроту дети чувствуют. И я, и я, и я исповедую этот грех. Владик! Владик бежит. Маленький такой, да? Малюсенький. Дома нету никого. Владик! А он, знаете, он как, из-за того, что он маленький, он немножко как бы отвеженный. И если вдруг мы еще и зовем его в компанию, значит, он вообще счастливый человек, знаете. И он такой побегает. Я говорю, Владик, это... Он красный перец, он красивый, да? Он такой красный, шикарный, смотрит. Я говорю, Владик, это такая вкуснятина. Он серьезный. Я говорю, это просто вкуснятина. Но это нужно есть не так чуть-чуть. Сразу кусай, сразу. Сразу кусай. И жуй, жуй, жуй. Он такой, знаете, я просто помню его лицо. Он такой, знаешь, наивная душа. И тут человек божий, который стал человеком божьим в детстве. Какой вот... Я иногда думаю про себя, как я мог вот не иметь ни жалости, ничего, знаешь. И этот Владик, он хам, хам, хам. И вы видели его глаза? О, глаза. Это был крик. А мы ха-ха-ха. Очень смешно. Воды, воды нельзя, или я не помню, как он спасался, но я вот думаю, Бог посмотрел на человек, говорит, похоже, что толку просто, знаешь, он раз взял, всех утопил, а потом, потом, да толку, знаешь, их топить, знаешь, топи, не топи, такое и останется. Дам мне Духа Святого, дам мне им Слово, дам мне им Закон, дам мне Духа Святого. Если мы без Слова, если мы без Духа Святого, ничего не получится. И 2 Коринфянам 3.18, если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте со мной. 2 Коринфянам 3.18. Мы же все, все, заметьте, не по одному, мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господне, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Знаете, Моисей посмотрел на Господа. Моисей смотрел на Господа, запомни, на кого будешь смотреть, на того и будешь похожим. Я в детстве, ну, в таком, в юношестве, я смотрел, начал смотреть эти боевики. Помните, раньше видики начались? Ты идешь в видеосалон, порублю, помню, раз, в видеосалон, заходишь, там, мультики, эти, сначала мультики для разогревки, а потом какой-нибудь боевик там, вау, вау, брусли. И, знаешь, я помню, все, брусли, 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 у меня брусли везде был. И такой брусли, я вот смотрю, он парень некрупный, я там, как бы, некрупный, я думаю, надо по себе поискать такого. Смотрю, брусли на меня похожи. То есть мне, как бы, больше шансов стать на него похожим. Знаешь, он такой худощавый, взгляд безумный такой. Я думаю, пойдет, смогу так сделать. Знаете, я начал преображаться, я купил книги, я купил, я изучал его стили, он соединил там ручной стиль и ножной, как он там, и два стиля. Я начал преображаться, я начал тренироваться, я начал, стою перед зеркалом и набиваю удары. Там, знаешь, он начал смотреть, дьявол понимает, дьявол понимает, если он тебе подсунет что-то в телевизоре, какого-то героя. И знаете, некоторые люди так любят, ой, я так люблю этого артиста, или эту актрису. И послушай, это есть преображение, ты хочешь быть похожим, ты смотришь, как человек одевается, ты смотришь на его характер. Я это замечаю, знаете, есть фильм такой, Доктор Хаус, видели, да, Доктор Хаус. Я немножко посмотрел, и я знаю, что некоторые люди от него в восторге. Я посмотрел, я сказал, я не буду его смотреть, он вообще как человек левый, он просто левый, как наш, наш охлобыстин лучше. Он только орет, только естественно. Ну вот, я знаю, что наши уже сняли этот фильм, как бы на эту же тему, но наши сделали фильм лучше. Но я посмотрел, он такой, он именно, вот, такой неправильный, неправильный дух. И я сразу сказал, я не буду его смотреть, я вообще запрещаю его смотреть. Мы не будем его смотреть этот фильм. Потому что, ну человек неправильный. Ты должен понимать, что на что ты будешь смотреть, в то ты и будешь преображаться. Библия говорит, если ты сможешь на славу Божью, как смотрит Моисей, ты будешь преображаться в его славу. На кого ты будешь смотреть, на того ты и будешь похожим. Как кто-то говорит, свяжись с наркоманом, все, хочешь, не хочешь, через год ты будешь наркоманом, даже раньше. Вот просто возьми суперчеловека, возьми отличника с тремя золотыми медалями, и хоть что, вот возьми его, возьми, и только вокруг одни наркоман, и что он думает, что будет делать. Потому что будет смотреть, потому что начнет взирать и начнет принимать. Когда мы просыпаемся рано утром, на что мы смотрим? Часто мы смотрим на проблемы, часто мы думаем, а что же это, а что тут же то. Часто мы смотрим на нужды, эти нужды начинают входить в нас, и наше настроение меняется. Потому что мы не смотрим на славу Господнюю. Много раз в моей жизни, когда мне было очень плохо, реально плохо, знаете, что я понял, нужно славить Иисуса, нужно посмотреть на славу Божью. Все на земле иногда на самом деле кажется плохо, на самом деле не получится, на самом деле дьявол как будто давит на мозги. Много раз говорил, все, я включал свой проигрыватель и начинал славить Бога. Я славил Его до того времени, и где-то я заметил это 30-40 минут, через 30-40 минут вдруг что-то открывалось, вдруг я чувствовал, как небеса открывались, вдруг я просто чувствовал, что стало хорошо. Мне нравится, как сказал Кеннед Копланд, он говорит, ты даже можешь без прославления сесть на кресло, и вот так просто сесть и начать думать о Боге, просто выключить свой разум со суеты земной, и начать думать о Творцея, и тебе станет легче. И я подумал, интересно, как раз. Часто, знаете, Бог знает, когда мы думаем о Нем. Небеса открываются, приоткрываются, и так легко становится, когда ты думаешь о Боге. Библия говорит, когда вы воскресли со Христом, помышляете о небесном, а не о земном. Знаешь, так хорошо на земле есть проблемы, а на небе нет. Если будешь думать о небесном, у тебя будет внутри хорошо, Царство Божие. Если будешь, всегда будет о земном, то убью всех. Послушай, давайте будем о небесном думать. Давайте будем о небесном, давайте будем созерцать, как Моисей. Мне нравится, он 40 дней не уходил с горы. Я не думал, что он запланировал пост 40 дней. Просто он встретился там с Богом. Бог пришел, и он говорит, Бог, я хочу Твоей славы. Я хочу смотреть на Тебе. Я хочу смотреть, взирать на Тебя. Давайте будем взирать на Господа. Если тебе тяжело, может быть, ты проходишь что-то, смотри на Бога. Часто я не знал, что делать, смотря на Бога, и я получал ответ. Нет. Просто есть моменты в жизни, реально, не знаешь, что делать, не знаешь, как оно будет, как оно вообще все будет. Только я посмотрю на Бога, только я начну славить Его, мне становится хорошо. Потому что все то, что на земле, оно становится таким низким. Таким, знаете, это всего лишь земля, братья и сестры. Это всего лишь земля. Мы люди неба. Люди, которые получили небесное гражданство. Аминь. Евреям, 12 глава, с 1 стиха. И обновиться духом ума вашего, облезься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Подождите, это написано, знаете, наверное, в Колоссяном. Что-то здесь у меня распечатано, некорректно. Это не евреи. Да, это не евреи. У меня стихи здесь. Я буду читать, неважно, и облезься в нового человека, созданного по Богу. Смотрите, Бог дал нового человека. Когда ты покаялся, знаешь, что Бог сделал? Он внутри тебя нового человека положил. И написано, облезься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. То есть вот этот новый человек, который внутри тебя родился, он начинает расти. Он растет за счет Слова Божьего. Он за счет... Вот ты пришел на проповедь, он сейчас растет. Он растет. Новый человек вырастет. И написано, посему, отвергнув ложь, говорите истину каждому ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не взойдет во гневе вашем. Другими словами, до того, как уснул, покайся, если ты где-то гневался, и засни в мире. Аминь. Аллилуйя. А вдруг ночью Иисус придет, а ты во гневе засну, не покаялся. И ты можешь остаться, как там написано. Двое будут лежать на постели, один возьмется, другой устраивает. Аллилуйя. Здесь такой дельный совет. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не взойдет во гневе вашем. Не давайте место дьяволу. Кто крал, спеть не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. А замечательное место. Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания вере. Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания вере. Я хочу... Я думаю, что иногда мы будем песни сочинять, я думаю, на этом уже можно записывать аппарате прославление. И вот некоторые места писания можно прям петь. Никакое гнилое слово не исходит из уст твоих, а только-только доброе... Знаете, это настолько никакое гнилое слово. Никакое гнилое слово. Как узнать, добрый человек или нет? Послушай его и все. Библия говорит, от избытка сердца, говоря, пустой. Я добрый! Я же добрый! Слышь? Давай послушай. От избытка сердца. Библия говорит, никакое гнилое слово. Вот эти местописания, они конкретно говорят об изменении. Это написано в церковь, это написано в послании, это написано как христианам. Никакое гнилое слово. Это не исходит из уст ваших. Хочу исповедоваться перед вами. У меня были гнилые слова. Особенно, когда я в Украине перегон. Такое ощущение, как будто добавили. Я не знаю. Всего, потому что здесь как-то свобода слова, знаете. Как и в церкви, так и в мир, на политиков, знаешь. И я заметил, что немножко как бы я дал слабинку. Никакое гнилое слово. Тут не написано, если кто-то тебя там достал, да. Бывает, тебя подрежут. Ну, вот я даже еду, я не за рулем, я даже рядом еду, и раз кто-нибудь там, знаешь, я еду и говорю, вот олень. Видите, как-то ласково, олень, знаете. У него правда рога, знаешь. И я вот думаю, когда разношают, нельзя говорить олень, а то к рогам у него вырастет. Это, знаешь, как бы оскорбление, это неправильно говорить олень. Олень? Вы так смотрите. А как говорить? Редийского кто-то говорит, тоже редийского. Вот никакое гнилое слово, знаете. Особенно в семье. Давайте поймем эту истину. Вот знаете, здесь можно уже два часа пропадать эту тему. Никакое гнилое слово. Вот знаете, что такое измениться? Вот перестать говорить гнилое слово. Ну, он меня достал, или она меня отстала. Сколько можно? Я сейчас все скажу, что я вообще дома. И ты просто заряжаешь обойму, револьвер, знаешь, зарядил. Ты терпел, короче. Вооружался, 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 и там красная лампочка сгорит и пошел просто на фронт. Дома ходишь, как этот снайпер. Да, послушай. Никакое гнилое слово. Да не исходит из уст вашего. А только доброе. Для назидания веры. Давайте в этом изменимся. Как вы? А только доброе. Для назидания веры. А только доброе. Для назидания веры. Только доброе. Люд, ты пошли на мои слова. Вот просто только доброе. Иногда, знаешь, я... Иногда мы можем огорчать друг друга. Юля, меня может огорчать. Я ее могу огорчать. Сделать... Ну, такое... Сказать слово такое не совсем... Я не говорю, что мы материмся. Нет. Не об этом. Ну, просто любое слово, оно... Оно... Это что-то даже ранит, знаете. Ну, неприятно тебе. Ты просто не в восторге становишься. Но цель наша, когда я, например, могу наезжать на той же жены, жена, гоня, цель наша изменить друг друга. То есть я сейчас наеду, и он изменится. Вот в чем обращение. Вот в чем ложь. Ты не изменишь злым словом ближнего своего. Более того, ты сделаешь зло тем, что будет закрываться. Потому что наше сердце, оно имеет комнаты, а комнаты имеют способность открываться или закрываться. Вы вкурс? Вот когда на тебя кто-то на улице орет, какая-нибудь бабка. О-о-о. Знаешь, что ты делаешь? Ты сердце закрыто. И тебе все равно. Но знаешь, почему близкие могут ранить? Потому что твое сердце более открыто перед близками. Это не бабка, которая орёт. И поэтому Библия говорит, давайте будем назидать друг друга в вере. Назидание. Что такое слово назидание? Это чтобы твой ближний чувствовал себя хорошо. Когда говоришь, просто думай, чувствует ли твой ближний хорошо или плохо. Как ты думаешь? Я изменю его, не изменишь. Я изменю её, не изменишь. Не изменишь. Ну где? Хоть найди одно местописание в Библии, написано, измени ближнего своего. Ты изменишь ближнего своего. Даже если это противник, Библия говорит, противник, знаете слово противник? Такой отступник, противник. Наставляй его, написано в крутости. В любви в крутости. Чуть-чуть сказал, немножко. Не доставай, немножко, чуть-чуть. Потому что если множко будет, этот противник просто удалится. С противников в крутости. Коротко. Почему я думаю, что написано именно о словах? Потому что изменятся слова, изменятся твоя жизнь. От уст человеческих мы насыщаемся. Писать говорит, насыщается член. От уст, отсутствие, от уст. Жизнь, вот, в круг жизни твоей. Или ты будешь счастлив, или не счастлив. Из-за слов. Если мы будем говорить добрые слова, ближним своим, твоя жизнь становится прекрасной, она станет хорошей. Почему? Потому что ты благословил свою жизнь благословенными словами. Ты благословляешь ближнего твоего. Только доброе для назидания веры, дабы оно доставляло благодать слушающим. Слово, это очень сильное. Я могу, я могу, ну, или опустить человека, или поднять его. Словами. Просто вот так могу взять, знаете, что мы, из-за того, что мы несовершенны, и мы вместе начинаем жить, как церковь, как семья, мы начинаем видеть минусы друг друга. И можно сказать, я сейчас, ну, найду минус и буду... Нельзя так делать. А он найдет твой минус. И вы будете друг друга... И так может пройти вся жизнь. И это нельзя так делать. Лучше найти плюсы друг друга. А в минусах ты можешь чуть-чуть наставлять, очень в крутости. Но больше молиться. Как кто-то сказал, слабые люди говорят, сильные молятся. Сильные молятся. Сильные молятся. Аминь. Мы не можем изменить друг друга. Повинитесь соседу, скажи. Я не могу тебя изменить. Но ты сам себя можешь изменить. Повинитесь, скажите друг друга. Я не понял, ничего не говорится. Повинитесь близнему своему. Экклесиаста 8 глава, 1 стих. Кто как мудрый и кто принимает значение вещей? Мудрость человека просвещает лицо его. И суровость лица его изменяется. Я повторяю, что мы говорим об изменениях. Суровость лица его изменяется. Мудрость человека просветляет лицо его. Мудрость. Слово Божьев, все наполнено мудростью. И суровость лица его меняется. Знаете, часто на лице все напишем. Я спрячу. Ничего не можешь спрятать. Ты не можешь спрятать. Ты не можешь злой спрятать, когда ты злой. Я, особенно когда вместе живешь, я иногда раз на жену смотрю, смотрю, он как бы раз напряглась. Думаю, что это не то. По лицу сразу все видно. Он не может человек спрятать. Даже ничего не говорит. Думаешь, что они так делают? Как мне нравится, как Денис подорожник. А он говорит, мы, женщины, говорит, другие. Мы едем, говорит, с женой по городу. И жена рядом сидит, говорит, шашлык, говорит, продают. Да, она вкусная. А Денис говорит, ну, наверное, конечно, вкусный. И едет дальше. Ну, наверное, вкусный. Такой запах пошел в форточку. И он говорит, мы домой приехали. Я смотрю, она такая. И он говорит, я сразу думаю, так, в церкви домой, ничего не было, ни гаишников, ничего там. Он начинает вспоминать, что было, говорит. И потом он ее раздавал на честную воду, говорит. Че ты так, ну, че случилось? Ты почему шашлыком не накормил? Так че ж ты не сказала? Ну, сказала, я шашлык хочу. Ну, откуда же я, я че, инопланетяне, что ли же? Ну, уровневом, понимаю, что она хочет мясо. Она не просто так сказала, шашлык так пахнет. А это было намек. То есть, и все, и все. И он говорит, все. Послушайте. Лицо. Библия говорит, лицо твое меняется. Как я уже говорил, когда я поступал в библейскую школу, мне сказали, обязательно сохрани фотографию. Обязательно сохрани. Бэджики. И у нас был Бэджики. Я не знаю, где мой Бэджик. И на Бэджике фотографии, когда поступаешь в библейскую школу, и там мы все с Бэджиками ходили. И фотографии при поступлении в библейскую школу. И знаете, когда я закончил библейскую школу, я посмотрел на фотографию так внимательно. Бигдец. Такое, знаете. И сейчас смотрю. Вот просто беру в детство, смотрю. И у нас смотрю. Какое-то страшное было. Просто вот эта дурь была в глазах. Еще раз, знаешь, уже покаялся. А еще такое взглядное. Как из ада, знаешь, что-то он вышел. Так готов еще, знаешь, пришибить кого-нибудь, знаешь. Я посмотрел, думаю, слушай, изменился. А с того времени я недавно показывал моим друзьям видео, какое я был. Господи. И говорят, Олег, это ты? Такой, знаешь, с фиксой золотой. Хутой. Вот такой. Такой. Звукой в руке и с консервой, короче. И какую-то безумную песню пою, знаешь. Я думал, а в то время, я помню, это так круто было. Я думаю, боже мой. Что ты сделал со мной? Мудрость меняется, наша внутренность. Кто-то сказал, глаза – это окна души. Твое лицо – это окна твоей души. Иногда посмотришь на себя, сразу видно, злой или тот. Люди, которые сидят в местах не столь отдаленных. Заметьте, я никогда не видел такого выхода. Ты откуда-то, я стерю. Что здесь у вас? Ты откуда-то, я стерю. Наоборот, я не могу. Просто ты иди. Он смотришь, как в Волге, знаешь. Аж страшно иногда. Ой, не, можно я пойду, знаешь. Я недавно был в Луцке. И там парень, я как понял, я пришел, сдал поезд и чай пил. И там парень девушку пригласил. И, видать, он только отклинился. А, видать, может быть, по телефону они познакомились. И вот они сидят в кафе. Он заказал один бокал вина. На один, на другой просто видать денег не могу. И какую-то конфетку видать. Ну, знаешь, как запуск берут на этот. А девушка такая, какой-то, красивая такая. И он такой. А он, ну, реально, только откинулся такой. Мухомол. Я говорю, смотри на него. И она просто поняла, что она попала. И я слышал такое ее разговор. Что это? Она, ну, что это? И он, ну, нормально. Я думал, как-то выручать ее. Слушай. Просто мне, я рядом с ним, мне страшно стало. Ну, знаешь, ну, почему зло? Внутри. И веришь, что мы, христиане, должны преображаться? Улыбка, это не просто, ну, американская маска. Это из сердца должно выходить. Мы должны радоваться. Быть счастливыми. Мы должны, ну, быть счастливыми. Я очень люблю людей счастья. И я ошарапаюсь от людей, которые негативные. Им все не нравится. Они ищут изъяны. И кто ищет, как я уже говорю, ты всегда найдешь. Аминь. Я не выходя из этого места, сейчас могу изъяны найти. Если приглядываться. Просто вот реально могу изъяны найти. На что ты будешь смотреть? Будешь ли ты смотреть на Господа? Будешь ли ты смотреть на совершенное слово? Будешь ли ты смотреть на истину? Будешь ли ты смотреть на ближнего своего через призму, как смотрит на него Христос? Через любовь. Ведь Христос говорит через тебя. Ведь Христос, позволь Христу жить через тебя. Говорить через тебя. Действовать через тебя. Христос в тебе. Упование славы, говорит Библия. давайте начнем меняться я верю что мы должны меняться хочешь новый уровень изменить один человек сказал знаете кто такой сумасшедший человек сумасшедший человек это тот кто думает что он будет делать одно и то же и что-то начнет меняться это сумасшедший другими словами я так про себя говорю я например и знаю как там если я работаю допустим на работе да я зарабатываю там куда сумму то я мне не должно у меня было такие мысли и вот что-то произойдет я начну больше зарабатывать не будешь больше заработать вот сколько будешь но может чуть чуть больше может быть меньше ты просто ну как бы если ты не изменишь что-то я вам расскажу про себя хорошо максим мне сказал олег работой но когда его только начинал работать вообще вот понимаете я женился я вообще не знал где деньги брать честно хорошо что жена не спросила меня сколько зарабатывать и потом мы мне максимит идем на дорогу играли на саксофоне для меня страшно стыдно ужас я не шел а потом мне сказал иди я твой пастор я приказывать я делал аляску не аляска такая была хорошая американская кубка аляска любую аляску делать капюшон вот так знаете чтобы мне лицо не видно и оттуда вот эту эску вот так шла и не видно было кто как играл еще помню темно было и снег шел в первый день когда я выжил я помню я думал все замаскировался знаете я играл мне я думал все там как бы такое ощущение как будто на тебя сотни тысяч людей смотрят это зал где-то возле моста знаешь я там встал и никто не смотрит на меня пацан какой-то вышел и играет на саксофоне вот с этого все началось но я верил что сейчас все изменится финансы я пожертвую в церковь я буду верным я буду служить господу и это 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 безумство чуть-чуть выросла да немножко выросла ну что играть стал лучше немножко на дороге и потом в один момент я встретил своего друга ника знаменитый саксофонист мы вместе в одной группе учились в казахстане и он вот такой подошел ко мне и он как бы вот так поговорил со мной пять минут я понял что я понял что он больше мне зарабатывает играя ну может быть чуть-чуть лучше это кладете будет пообщающий человек я начал думать и потом ко мне один гитарист подошел прям подошел на дороге говорит слушай я гитарист я с одним скрипачом играю а он в казино все деньги проигрывают меня еще занимает мы еще деньги проигрывают он меня достал давай я с тобой поработать будем вместе я говорю ну хорошо пойдем он будет я работаю знаешь как он в пруссии ресторан руси одно второе блюдо 50 баксов стоит там президент 6 раз кушал там захочешь как в силе всего попадаешь но очень дорогой ресторан и потом я еще устроился в тропикан другой ресторан знаете я был я был в шоке за одну и ту же работу я начал получать вам много раз больше я подумал изменения изменения нет я буду делать одно и тоже и не все измените нет и должен стать другим ты должен поменять свое мышление должен стать пойти другим путем ты должен меняться в жизни ты должен меняться стремиться к изменению каждый день во всех областях твоей жизни семье в работе в отношениях в близких, в родных, в эмоциях меняйся, в словах меняйся, в прическе меняйся, в одежде меняйся, во всем меняйся. Я хочу, чтобы мы изменялись. Я хочу, чтобы я встречал тебя через 5 лет, и ты был другим, не хуже, я имею в виду, лучше. Я приехал сейчас, меня не было, мы когда переехали в Одессу, я начал много по циркам путешествовать, и я стал таким, знаете, уверенным, например, если я пророчествую, я могу спокойно так стать, говорю, встаньте, пожалуйста, вот вам пророческое слово, и начать пророчество. Я приехал в город Павлодар, и мне пастор Павлодарская церковь говорит, он говорит, ну, Алик, ты другой стал. Я говорю, а как другой? Он говорит, ну, ты такой уверенный стал, значит, сразу видно, с тех краев, мы здесь казахи как-то поскромнее. Я говорю, просто, мне понравилось, что человек из меня сказал, ты стал другим. И я где-то внутренне это чувствую, я уже приезжаю в свою родную церковь, и я имею другое отношение, что-то внутри меня поменялось, и Господь только может нас менять, Господь может только нас менять. Если мы захотим, если мы распахаем эту новину, мы сможем меняться. Давайте будем преображаться в образ Иисуса Христа, в образ Божий. Давайте будем преображаться, братья и сестры. Давайте будем меняться. Я изменю его, я изменю ее. Не изменишь. Вообще не изменишь. Наоборот, ты можешь еще зло сделать. Может только навредить своими словами. Может только навредить своей мстительностью. Знаете, иногда, братья и сестры, мы мстим друг другу. Мы допускаем, что мы начинаем мсти друг другу. Так, немножко, чтобы незаметно было. Ведь мы христиане. Аллилуйя, вы со мной? Она так делала. Ага, хорошо, я знаю, чтобы сделать, чтобы она себя плохо почувствовала. И ты начинаешь что-то делать. Или она, она говорит, ага, я все знаю, я сейчас устрою. Так будет небольшая месть. Ну, здесь таких людей нет. Это в соседней церкви такие люди. Аллилуйя. Мы же святые. Аллилуйя. Знаете, братья и сестры, давайте будем меняться. Наша жизнь это изменение. Мы должны меняться. Мы не должны думать, вот как есть, оно что-то, вот как в один утро ты проснешься и пам, и стало хорошо жить. И вот мечта сбылась, мечта сбылась, мечта сбылась. Ничего не изменится. Это сумасшедший бред. Если ты не поменяешься. Ничего не изменится. Если ты не поменяешься. Если ты не поменяешься внутри себя что-то. Если ты не поменяешь свои слова, если ты не поменяешь, во-первых, слова, почему я очень говорю, из слов вообще все состоит, жизнь наша из слов состоит. Сказал сегодня, завтра слово статит плотью, а потом ты завтра удивляешься, что жизнь такая плохая, ничего страшного, это ты же вчера сказал. И ты начинаешь еще плохо говорить, уже благословляешь завтрашний день. И потом, в следующий день ты вообще удивляешься, почему еще хуже стало. Ты же сказал. Давайте будем, во-первых, слова изменять, и мы будем сами меняться. Это такая тема, честно говоря, очень большая, но я думаю, что сегодня я уже сказал все, что мог, для того, чтобы мы поменялись. Давайте склонимся в голову и будем молиться. Отец Небесный, давайте встанем после ноги. Во имя Иисуса Христа, Иисус, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус.